Президент Турции Реджеп Таип Ардаган резко отреагировал на демарш властей Нидерландов. Те, напомню, не дали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Меблюдчеву Шаглу. Он сегодня должен был произнести речь в Роттердаме, но в итоге так и не смог добраться до королевства. Комментируя ситуацию, Ардаган дал понять, что не оставит ее без последствий. Они ничего не смыслят в политике или международной дипломатии. Они нервные и трусливые. Они последователи нацистов и фашисты. Из Турции в Нидерланды отправлена дипломатическая нота. Вы можете запрещать нашему министру иностранных дел посадку сколько вам угодно. Но посмотрим, как ваши самолеты будут теперь летать в Турцию. Я говорю о самолетах дипломатов, не о гражданских. Это отдельная тема. Все подробности дипломатического скандала узнаем у европейского корреспондента радио Вести ФМ Регина Севастьян. Война выходит с нами на прямую связь. Регина, приветствую. Что известно к этому? Сейчас как реагирует Европа? Ведь это уже вторая подобная история. Более того, на самом деле уже ряд стран Европы запрещали турецкие манифестации, посвященные референдуму, который пройдет в Турции. По крайней мере, Германия, Австрия и Швейцария, точно так же, как и Нидерланды, запретили подобные манифестации на своих территориях. И естественно, что сегодня они Нидерланды поддержали. В принципе, эта история на территории Голландии уже не первый день развивается. Средства массовой информации достаточно плотно наблюдали за тем, как правительство вырабатывало свою позицию по данному вопросу. Марк Рюйте, премьер-министр Нидерландов, уже заявил, что в течение нескольких дней велись переговоры с турецкой стороной. Была попытка каким-либо образом цивилизованно решить этот вопрос. Но, тем не менее, этого не случилось. По словам нидерландского премьера, правительство было вынуждено пойти на столь крайнюю меру. При этом в Голландии подчеркивают, что готовы к дипломатическим переговорам, чтобы снивелировать данную ситуацию. Но, тем не менее, свою позицию по сегодняшнему визиту министра на свою территорию, конкретно в Роттердам, Голландия менять не намерена. Официально Голландия запретила посадку самолета по причине того, что подобные манифестации, которые посвящены референдуму на территории Турции, угрожают общественному порядку. В принципе, Голландия уже неоднократно предлагала и туркам, которые живут на территориях страны, какие-то другие варианты подобной манифестации, либо демонстрации, посвященной политическим выборам на территории Турции. Но диаспора была непреклонна, хотела провести именно в таком виде, и, безусловно, хотела услышать своего министра. В итоге здесь никакого консенсуса найти не удалось. Причем МИД Голландии тоже по этому поводу уже высказался. По словам министра иностранных дел Нидерландов, он вообще не понимает, почему турки, живущие в Голландии, должны, собственно, свои политические взгляды, касающиеся внутренних выборов, выражать на территории Голландии. Добавлю также, что в средствах массовой информации не только Голландии, но и также Бельгии, Германии, Австрии, Швейцарии, и тех стран, которые тоже с такой проблемой столкнулись, в целом одобряют позицию голландского правительства и считают, что в данном случае европейская страна показала твердость, которую не мешала бы и другим странам перенять у голландцев. Илья. Да, Регина, большое спасибо. О дипломатическом скандале между Нидерландами и Турцией рассказывала европейский корреспондент радио Вести ФМ Регина Севастьянова.